нет позавчера вчера нет все вылезала все генеральную сделала окна где-то протерла это я это я подстилаю под попу часу туда в корзинку надо закинуть себе короче все вылезло вот это вот вот эти вот я хочу специально показать эти конструкции я ставлю на диван на кресло видите чтобы джек туда не лазил потому что он копатель он нам копает так что мама не горюй здесь все вылезло видите где-то он уже что-то надрал здесь полы были идеально чистые просто даже даже с утра где-то я вот я щелкала семечки чуть-чуть посыпались я даже с утра сегодня перед тем как уйти сливы я пыли пылесоснула где-то что-то вот посмотрите это не то чтобы он вредничает дерет нет туда у него закатывается мячики чтобы их вытащить он начинает дров посмотрите чего-то как новый диван купить я не знаю он уже висит то есть я туда а иногда он прям самых туда закатывает сейчас открою все чисто все вылезала все это подкормила следите какие цветы вообще большие кстати сколько цветов вона ну что-то плоды сильно не на это самое хотя я подкормила порохлила тут все видите у меня тут китайской палочкой продырявила но может быть надо до подождать весна и чтобы начинается будут лайм очки вот вчера сделала из печени трески с яйцом такой салат обалденно мы съели так хорошо покушали так курица разморозилась кстати в волмарте free range это курочки которые свободно гуляли короче но так на пастбище мясо и она самое там недорогое цена за лб это почти пол килограмма ну короче pound можете посмотреть по 480 что ли грамм с чем-то 460 не помню цена вот за это количество 376 здесь у нас один по он 95 и вот это вот упаковка как бы довольно таки это мне не знаю бедрышек наверное 5733 и самая такая хорошая цена именно в коз то в коз к я слов коз к вот видите я волмарте волмарте хорошая вкусная кстати курица вот это сделаю бульончик что-то хочу бульончик куриный витаминки разложила у его начнут вот вот начнется аллергия время от времени у нее сопли появляются общего перцетин от аллергии начали уже так сейчас я запылесошу раковина все почистила везде ванну почистил что это откуда вот он принес вот это вот наверное он начинает иногда бывает киви ванну заходит и вот эти еще коврики дерет наверное оттуда до вот это вот части оттуда на себе принес сейчас я запылесошу это наверно убирать не буду потому что аж покажу как он этот он видите он начинает этими когтями копать я вчера это надо выступать но это это мы я постелила вроде не видно спрятала на ней и приятно сидеть на этой она хлопковая но все равно он если залезет если я это уберу он вот эту всю скомкает будет копать и там и здесь и все и это уже как-то я один раз не постелила ой смысле не положила гитару он начал копать она практически новая смотрите че сделал поэтому нужно этот класс сюда у него лежан очка ему все кроме того что я все вырезала прогенерал а я постирала все лежан очки эту хорошо постирала и эту тут кажется темное пятно но может быть уже не отстирывается но он бегает у меня постоянно то есть вчера она была еще чистая он бегает по улице и там же глинистая почва был дождь может быть уже нанес может опять нужно стирать уже и он так смешно лежит в там продавливает просто тело у него тяжелее голова легче и голову кладет к на подушку сюда это классная лежанка очень по-моему я ее то ли в алге то ли в лидл взяла надо было две брать очень удобная классно она ортопедическая внутри такая с этими и недорого стоило и классно и по размеру ему как раз для небольших собак очень хорошо и кошек ли сейчас поставлю курицу и пойдут собираться такое солнце весна у нас весна а когда кто-то приходит или если мы дома я все убираю конечно я же смотрю чтобы джек не не запрыгивал когда я сижу на кресле сама я что-то смотрю он со мной на кресле конечно же сидит вот смотреть на это меня же коробит когда любимый пылесос когда есть уже на кресле он со мной сидит но без нас не разрешаем потому что бизнес копает вот видите уже пробежался с утра следы а это постоянно мой ну вот дело там пару минут и все зато сколько радости это чудо приносит даджек чудо чудесное сладкое теорк маме прицел и сейчас еще вот тоже шаги протереть в принципе его эти следы вернее тоже недолго протерли все даджек идти гуляй он туда-сюда видите в свободных ходит туда-сюда и носит ладно это не значит что не надо мыть правда все теперь точно пока пока она может днем что-то поснимая не знаю где буду там человек а даже наверно поснимая в к расскажу как я на деньги сходила сколько времени почти 9 у меня встреча в десять но все блестят волосы до тонировка еще держится надо бы подстричься наверное немножко чуть-чуть это как-то какие-то не бесформенные у меня тут выписала вот все началось все эти визиты к врачу 26 февраля 16 марта 7 июня по врачам по врачам и я два врача моих один евин через четыре месяца который сказал приходить пока носить корсет через четыре месяца приходить ничего не сказал никакую гимнастику делать не это самое там не массаж ничего просто носить корсет хотя сам сказал что корсет он не вы прав ну не исправляет он просто не дает хуже делать не делает не дает ухудшаться вот этому состоянию сколиоза и это самое и несмотря на это ничего такого чтобы улучшить тогда не да да и тогда что то что улучшать я думал хотя бы вот в этот визит будет который вот недавно был скажет не думаю же врачу я буду там а дай я буду его учить думаю лучше я сама свожу ли на массаж не хуже не будет есть по моему тут где-то я читала надо еще поиск сделать какую-то остео ну короче короче наши которые покрутить повертеть немножко надо тоже и и вот на валики она и ведь она доктор ничего не сказал мне поэтому ничего зачем мне ну как вот только корсет носить и из-за того что доктор ничего не сказал я пытаюсь они же дети сейчас такие подростки своего ну как бы не особо родители-то белочка пришла к нам не я говорю надо делать гимнастику ежение охота доктор не сказал доктор не велел в ничего не говорил так ой мы два дня подряд с его и в у на играем вот это у на который новый подарил нам этот сын наших друзей приходил когда мы болели и мы в это у нас села и прям хохотали животы болели там интересная игра сладенько давайте все еще то сегодня его год посвяти все пока пока ну что все сделала послушала и и к подружке съездила проверилась в общем сердце у меня вам какая-то не так сложно мне запоминать короче сзади как-то так какая-то стенка что-то воспалена но не прям критично ну в общем у меня же рыбий жир закончился и калий закончился как посылка лежит уже я посмотрела доставлена пришло сообщение сделаю видео с айфер что заказала много чтобы заканчивался я без этого не могу она так и сказала калий калий тебе надо ну и придерживаться здорового питания опять таки где-то я погрешности конечно включал там захотелось тут захотелось купил опять себе малинку грызу чтоб не хотелось тортиках или конфетку вот ну и калий рыбий жир масло печени трески я пью у меня уже порядочный перерыв получился он хорошо ну он все полезны масло печень трески очень полезно но также она как алексей воронков сказал или доктор берк и того и другого смотрю не знаю не помню что а может это то другой говорил к в разных видео что разжижает кровь помогает разжижать все таки держать как-то этот рыбий жир это вещь тоже некоторые нюансы мне там а гормоны тоже но щитовидка конечно все это аппарат показал то что у меня есть вот дисбактериоз небольшой есть я какое-то время не принимала пробиотики она сказала какие-то хорошие очень пробиотики заказывает она попробую не взять ну как бы и доверяю действительно мне подруга я больше больше чем ну как бы на 150 процентов уверена что то что не надо она не втюхает никогда наоборот я могла бы здесь промолчать там это ягод не смотрю никогда на фирму на бренд я смотрю на состав там я я не могу промолчать если я вижу что-то не так она всегда скажет так что какие-то более усвояем пробиотики которые эти горт они у нас просто не всасываются простые там какие-то надо какие-то которые лучше усваиваются а мне без пробиотиков тоже не жить еще на амазоне я брала тоже не плохие нам не советую сейчас порошки пью начала пить я только вот у меня те закончились не начала пить в таких этих пакетиках атомных я вам сегодня утром говорил да только начала ну видите я может быть надо было сделать этот тест когда я какое-то время пробила чтобы быть точно уверенным именно про пробиотики а так она посмотрела по составу порошок неплохой говорит там есть ароматизаторы немножко но не критично я говорила что порошок он не не вонючий в атоме мне нравится я только им все стираю обожаю его ни на что не променяю мне кажется но пока ну здрасте включил на музыку не надо а то вот и так чё хотел сказать ну короче я такой человек что я могу пробовать то другой я тут как надя говорит мне ягодь за фирму не держусь если например порошок хороший тут я возьму в атоме если там она кстати берет и очень нравится в атоме этот душ этот фильтр для душа лейка с фильтром уже хотела тоже взять но мне надо скорее заказывать потому что здесь на сайте пока еще у нас нет на сайте атоме в сша и еще пока нет тут продают с накруткой в русских украинских магазинах я закажу потом не первая необходимость нам тоже в планах у меня она сказала что хороший этот стеклянные банки большой объем сок но не у вас ну в атоме хороший это нос честно похоже что уже опять аллергия начинается у него тоже насморк и короче я смотрю уже пыльца да уже весна же здесь какое сегодня число 15 или 14 15 сегодня среда дик февраля низкого декабря вот короче сходила нормально все получила необходимую информацию конечно к врачу я пойду и у меня есть записи к врачу я вам сегодня потом тоже говорил висит напоминание возле двери на какое число какого врачу мне хотелось чтобы она мне тоже проверила вот как говорится мнение с двух сторон и врача и здесь вот этот аппарат лишним не будет до дополнительное мнение потому что к врачу есть пока попадешь а качуриться можно им не имею ввиду южную карабину почти везде наверно тогда кто в америке же наверное в россии я помню если бесплатный прием когда мы там были сейчас не замуж все платное я не уверена я не знаю но приходилось идти в платном потому что ждать бесплатного было долго а вам особенно анализа такое особенно анализы какой-то узи узи я помню если по полису страхования медицинского если бесплатно то через четыре что ли мне месяца говорили ну нет там чуть заболеть именно на срочно узнать чё там для такое конечно платила деньги и шла так что бесплатно тоже условно здесь тоже за каждого врача на страховка такая страховка такая извините что жую хочу использовать время пока стою здесь в очереди и кушать охота и с вами поговорить охота вот сейчас приду домой отвлекусь все ничего не запишу забуду дома ждал все прямо на все дела находится я говорю вот видите все улетел надо перемотать послушать на про страховку наша страховка сейчас нужно за каждого врача мы не стали переплачивать в месяц чтобы платить огромные суммы думаю вот надо будет пойти к врачу лучше я заплачу чем в месяц там по 300 по 400 там кто-то 500 разные планы есть если заплатить такие огромные деньги не факт что ты в этот месяц на 500 долларов там на 300 на 200 те те же самые сходишь к врачу правильно выгоднее платить уже из своего кармана чем каждый месяц такие суммы за специалиста узкого специалиста мы доплачиваем 90 долларов некоторые анализы не покрывает ну что покрывать ну короче вот так благо что здесь малина круглый год есть можно кушать вместо булочек все сейчас снова села на своем правильное питание для меня сегодня мне алексей ворон опять замать вчера замотивировал и сегодня замотивировал такой они позавчера позавчера такой эфир был я так все так ладно ладно все не ругайся все основа буду ну не в том плане что он ругал вон такой это знаете зачем зачем с понедельника садиться зачем какие-то даты себе придумывать так это не сумочка такая для покупок здесь ее оставлять чтобы не таскать хотя я буду забывать ее пусть лежит сумки где-то у меня было вот она пригласительная лежит не знаю что не память поставила сюда пока как бы сохнут приглашение на встречу собрания что-то я зря наверное выключила зажигание мне жарковато становится прям такая летняя погода а я вообще-то прежние дни когда приезжаю все выключаю но вот сегодня смотрю некоторые заведенные стоят жарко видимо им тоже а я только рада вас говорю хоть не дымят здесь когда душно что вы знаете башка не приходится тидеть строки когда ездили там же он умереть можно от разрыва этого от какого называют от солнечного нету теплового удара это уже так не хотелось дымить включая зажигание спишь весь мокрый все думаешь ладно либо я либо природа чё делать-то понятно природу жалко но это же я могу можно же упасть в обморок и не проснуться все траки дымят ты как это спутные такой выключишь зажигание но когда более-менее мы всегда выключаем всегда старались не злоупотреблять если более-менее погодом даже если прохладно лучше двумя-тремя одеялами укроемся но выключим зажигание когда свиталька ездили металик сейчас тоже выключает ночью как было холодно и подъелом замерзли под утро год включил а так почти всю ночь господь поспал без зато без кондиционера без обогрева ладно витаминки пришли сейчас займусь своими здоровьем а то чё полтинник скоро почти что нечего это шутки шутить да вот посмотрите алексея ворона вообще не захочется никаких плюшек есть так на место ставит все по полочкам разложит тебя это такой есть не есть есть не есть дэй ладно это все или благо что хорошая большая упаковка она что-то кстати не очень стало и что-то испортила съех его испортилось не то самое что то есть не полезная все хлеба и хлеб ест и и есть хлеб она будет есть хлеб 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 это буш не хочу быть у буш не хочу значит разлюбила я хочу не разлюбила пиццу бутерброды ну школа портит конечно хотя с собой все это самое свое есть не школьная но видимо она видит и скорее всего денежки же у нее есть чтобы там пить что-то я вижу что упакайте фантики у нее что-то такое покупает там маленько всем вроде уже тоже кто-то заводится кто не был заведенный наверно уже как раз уже сейчас поедем будем двигаться все какой хороший день такой хороший печь какой счастливый я и песенка хорошая моя сделаю видео сейчас приду я специально не забуду сделаю видео прочитать и здесь болит и здесь болит ой что так как раз это самое то ли весна то ли обострение какие-то то одно то другое сыпется внизу живота болит теперь хотя на холодном не сидела я подъезжаю к школе не могу смотреть мне кажется у них просто с детства они привыкли они все сидят на бетоне все и никто же не циститом не болеет не воспаление мне не знаю мне кажется иначе бы они все в больницам были бы видимо они с детства приучены сидеть на холодном этаже у нас там было не сиди на холодном там этот 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 он нельзя там подстилайся под попу либо на коленках либо на корточках но они на попе сидят на бетоне них там не лавочек ничего просто сидят на бетоне какой ужас его не сиди мама все еще буду стоять рюкзак тяжелый там это я чем они устают то я говорю лучше стоять вообще вроде и и бережешься и все может быть надо действительно как вот американцы пьют ледяную воду сидят на холодном бетоне и все нормально чем больше мне кажется трясешься да это мне подружка грузинка помню до сих пор дружим просто мы в разных странах живем и она мне все говорила лена чем больше говорит типа трясешься тем больше дети болеют чем меньше год это самое я помню на одной свадьбе там было армяно-грузинская азербайзанская ручьи все вместе там я беременной евы была а я не выпивала конечно же не особо не танцевала он прямо на сносях уже можно сказать там 9 9 месяцев почтами было подожди я родила и в августе а в июле помыли выйти в конце июня короче наверное месяцев 7 у меня было до 8 и это самое я просто сидел наблюдала и маленькие девчонки хорошенькие потанцуют по пляжу свадьба же подбегут к одному столу оттуда отхлебнут отсюда поедят там потом другому столу у этого чья-то ножка кто-то ее мусором берут у меня такие глаза вау чё делать-то нельзя думаю у них же родители чё я ей подскочить то я и не успею там они просто так быстро откусили от этого стола к нашему столу как говорится из каждой тарелки почти что поели но утрирую но в разные и здесь попили сок там это самое надеюсь что не вино может и вино пивали я не знаю и побежали дальше опять под потанцевали все мокрые бегут там в другой тарелки уже поели салат курица и вот да она мне говорила чем больше трясешься тем больше грязи дальше знаете я всегда я никогда с низким никогда из одной бутылочки потом воды и сок никогда не буду никогда не пила и не буду нет хоть как бы мне не говорили чем больше там трясешься там я понимаю но у меня психологически просто немогучи же и слюни в бутылке там глотать не знаю одной вилкой ни с кем не буду есть никогда не знаю вот так вот привыкну с детства мне не знаю я очень без грибы ладненько все гриб пока пока сам мне водный режим назначили ну конечно это наденька мне сказал я знала что мне нужно больше пить я стараюсь за стараюсь но у меня наверно чуть больше литра получается чуть больше недостаточно там аппарат немножко почки показано почки это моё тоже слабое место и у меня вообще сказали что у меня как бы насколько в 30 с чем-то лет я узнала что у меня сдвоенная хоть не разделенная почка вернее как подкова образная почка и как бы мне нужно беречь почки потому что заболевает 1 тут же как бы они соединена заболевает другая поэтому нужно беречь там что-то почечки у меня тоже нужно это воды больше пить воды или на воды 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 и теплой говорит воды можно чуть-чуть даже горячий не кипяток японцы все пьют горячую воду с термосами ходят я тоже сейчас хожу я говорю я тоже месяц пока машина стояла нагрелась бутылки вода тоже горяченькая благо что я в пластике не ношу воду а в стекле нагреется так ничего вот и отток желчи ну как я и знала я перестала тут купить мне нужно опять сейчас она мне лежит в корзине тут к у меня кстати на amazon тоже я ее рекомендовала там есть видео можете зайти посмотреть на моей amazon странице найти это видео тут к сапплемент две штучки две упаковки я покупала на них нехорошо и желчь отходила ничего не болела я прям действительно и надя говорит тоже ягода у меня желчи тоже проблемы с отходом желчи у меня по аппарат тоже показал что я уже она у меня закончилась где-то наверно неделю три назад и у меня расторопши закончилась все короче сейчас все пришло но тут к не пришла тут надо на амазоне заказывать она хорошо желчи гоняет ну желчи желчегонная короче как сказать ну и для печени для всего вот поэтому оказалось что у меня сжил джаз застой желчи а когда я тут к принимала не было застой желчи хорошо помогает так что посмотрите если у кого проблемы с желчи просто попробуйте это же ну как бы нет не такое лекарство лекарство которое на травах все как я говорю наде плохого не посоветует мне действительно очень хорошо стоит но она правда не дешевая ну как быть надо печень поддержать меня поджелудочная печень и этот желчный расторопши почти круглый год пью без нее но показала что печень у меня в порядке потому что я все время на расторопши на сельмарине ну вот желчный потому что не пила какое-то время не пила вот эту тутку и желчи плохо отходит и она сказала мне говорит лена как хочешь но нужно очень помогает желчи отходы горячая вода и побольше воды именно теплый пей и качать пресс я ненавижу качать пресс на я тоже ненавижу качать пресс но приходится чтобы поток желчи был нужно делать есть более ну я знаю что я видела как можно по-другому не так чтобы напрягать спину можно качать пресс не так это нужно покачать чтобы раза то самое кстати распочегарить свою эту желчный свой чтобы он отток был толкал желчи желчи ну ладно все что то все прямо не знаю я под впечатлением сейчас она мне еще пришлют этот называется как репорт отчет она мне пришлют по всем то что этот вечером мы пришлю чудо как на что обратить внимание и какие анализы нужно сдать врача я к врачу как раз пойду на такие на мне сказано как на ферритин сдай и на такой-то 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 гормон три каких-то гормона я ничего не запомнила конечно же хорошо что она мне вечером пришлют пойду сдавать по ее этому рекомендации пойду к врачу сдам эти анализы благо что она нормально это врач идет навстречу если просишь какие-то конкретные анализы тебе что-то нужно узнать она идет навстречу дает вот так что если кто-то здесь южной каролине спартанбург гринвилл вот тут разные город утро греер где в короче если вы в этой ире живете я не думаю что я у нее недостаток в клиентах но просто мало ли как мысль она мне не просила кстати может зря я об этом говорю после чего свяжитесь со мной если мало ли вот твоя очередь спрошу и может придете тоже проверитесь я второй раз прихожу все правду сказала кроме того что я и так уже знала все правда на что я думала и сомневалась тоже как он аппарат этот видит я не знаю там говорю наушники какой-то свет миг мигает тебе и какой-то звук так и знаете на один когда голову проверяет так как это после травм после сотрясения вы этот делали как называется я забыла короче надевает такой шлем там тоже какие-то мизинчики а теперь запомнила сюда 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 датчики тоже не знаю как аппарат называется если я буду в это еще вникать вы не моя сфера вообще медицина в этом отношении ладно все если что пишите в комментариях пишите в комментариях там только злостный комментарий не пишите так тошно и так тошно бывает так нервы тоже даже сердце стало болеть переживаю за сюда жизни так сложно зачем критиковать кого-то зачем ругать зачем злиться зачем злобу свою так много зла давайте хотя бы друг друга не травить жизни так этого хватает да как где-то слышал не несите чушь несите радость будем нести радость да с вами все